Подъехал на остановку, высаживал пассажиров, но это время выпахнуло. Люди сразу в укрытие в метро побежали. Сколько людей вы перевозили? Ну вот, остановок был, может быть, полный. Те люди остальные выходили и прилетели, попали. Прошли поспорили, человек погиб. Було по Харківщине, по місту Харков три влучания, три місця влучания. Перше місце влучания – это житловый дом по проспекту Гагарина. Наразі в нас є інформація про трое людей, які загинули. Это все цивильные люди, 11 человек, який перебував поруч з эпицентром удару. Другой – это жінка. Жінка перебувала на автобусній зупинці. А також нам відомо про щонайменше 15 людей, які поранено від цього вибуха. Мы знаем, что трое людей в тяжелом состоянии, им зараз надается медичная допомога. На всех местах працюють слідчие, криминалисты, вибухотехники, все службы на местах. Проводится огляд в месте подъек. Мы, звичайно, кваліфікуемо такие действия, как порушение законов и звучания войны. Это кабы, которые по центральной частини города влучили в житловой дом. Вы видите, что ни одного воинского объекта тут нет. Я в который раз хочу сказать, что это целеспрямована тактика Российской Федерации для того, чтобы убивать украинцев, убивать харьковян.